МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачева-Черкесия. Сегодня из Карачева-Черкесии в зону специальной военной операции отправилась очередная партия грузоподдержки. Яблоки и питьевую воду должны доставить по двум адресам в новых российских регионах, где находятся военнослужащие из нашей республики. Таким способом руководство региона, сенаторы и депутаты хотят поддержать участников СВО и отдать дань уважения той работе, которую они там сейчас выполняют. Данный груз, он, в принципе, приурочен к дню рождения президента, который будет завтра. Сегодня этой акцией мы хотим показать нашу сплоченность вокруг нашего национального лидера, показать, что республика его поддерживает. Данный груз сформирован по поручению главы нашей республики, Рашидов Абраспича Темрезова, при поддержке сенаторов от Карачао-Черкесии, Крыма-Казанукова и Ахмата Салпагарова и депутатов Государственной Думы Султана Узденова и Михаила Старшинова. Эта одна машина у нас пойдет в одну точку, и вторая машина тоже сформирована при поддержке наших депутатов в нашей фракции и в парламенте. В Карачао-Черкесии проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». По результатам проверки выявлены пять граждан Азербайджана, которые незаконно находились на территории России. В отношении данных граждан составлены административные протоколы, материалы направлены в Черкесский городской суд для принятия решения об административном выдворении за пределы России в форме принудительного перемещения через государственную границу. Гражданину Российской Федерации, привлекшему к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, будут составлены административные материалы по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Праздник День Учителя отметили в Республиканском детском доме для детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. В праздничном мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Карачева-Черкесии Динара Камурзаева и уполномоченный по правам ребенка в республике Мария Алакаева. На праздничном мероприятии побывал Лихан Лепшоков. Вы те, кто дарите нам свое тепло и доброту. На праздничном мероприятии воспитанники Республиканского детского дома дарили свои яркие и музыкальные номера. Министр труда и социального развития Карачева-Черкесии Динара Камурзаева поздравила всех виновников торжества с Днем Учителя и подчеркнула, что на плечах у воспитателя и педагогов лежит титанический труд к социализации и становлению личности ребенка. Учитель – это одна из самых важных, самых нужных профессий на планете. Я думаю, что ни для кого не секрет, что первая буква, первое слово, первая палочка, первое предложение, первый документ в новую большую взрослую жизнь – это то, что дает учитель. Воспитатель, потому как мы объединили сегодня эти два важных мероприятия, воспитатель – это тот же педагог, ребята правильно отметили. После министра труда и социального развития Динара Камурзаева отметила почетными грамотами ведомства воспитателей, педагогов детского дома. Также виновников торжества поздравила и уполномоченный по правам ребенка в республике Мария Лакаева и вручила грамоты работникам социального учреждения. В свою очередь грамотами парламента республики отметил своих сотрудников директор республиканского детского дома Бадрудин Бажев. Вы видите, какие дети выступают. У нас они артисты, они выступают, не все нам делают. Спасибо им, спасибо вам, что вы приехали. Сегодня праздник, ну вот педагога, я хочу всех поздравить с этим праздником. Здоровья вам, счастья, долг лет вам жизни. Отрадно видеть, что наш труд отметили. Приятно видеть, что наши дети организовали нам такое яркое праздничное мероприятие, отметили воспитатели-педагоги. Я воспитатель, у меня очень много выпускников. Я до сегодняшнего дня с ними поддерживаю близкие, хорошие отношения. Это наши дети, это наше будущее. Что мы в них заложим, то они по жизни и пронесут. Всем коллегам мира, добра, здоровья и терпения. Также Динара Камурзаева посетила праздничное мероприятие и в детском доме забота. Алихан Лепшоков, Мурат Джанкезов, Вести Карачева, Черкесия, Узигутинский район. В этом году исполнилось бы 80 лет доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачева-Черкесии, Рамазану Хусиновичу Кирейтову. В память о нем в Республиканской библиотеке в Нехалима Адбайрамуковой прошли научные чтения, на которые приехали специалисты из многих регионов России. О месте человека в истории и науке в репортаже Артур Амкца. Человек-эпоха. Ученый, который оставил после себя огромное наследие. И, что не менее важно, его труды придали коллегам из научного сообщества уверенность в правильности выбранного пути. Доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии, Рамазану Кирейтову, в этом году исполнилось бы 80 лет. О месте человека в истории можно судить по отзывам знавших его людей. И организованное в Республиканской библиотеке мероприятие в память о выдающемся для ногайской истории, филологии и этнографии ученым, еще раз доказало его величину и значимость. Ученый становится таким большим информационным поводом для проведения чтений в его честь, когда он вносит существенный вклад в ту область науки, которой он занимается. И Рамазан Кусинович всей своей научной и творческой деятельностью как раз нам это и доказывает. Участники научных чтений отмечали, какое влияние на их судьбу оказало созданное и оставленное Рамазаном Кусиновичем наследие. В жизни каждого он сыграл значительную роль, а труды стали, можно сказать, опорой для следующих поколений. Тогда было все сенсации, тогда было все ново и до сих пор это актуально, потому что именно с опорой на то, что сделал он, развивалась дальнейшая этнография, этнология. И не только эта наука, историческая наука, филологическая наука, литературоведение, фольклористика, языкознание, вот все науки, они развиваются с опорой на это наследие. Директор научно-образовательного центра при президентской академии в Астрахани Эльдар Идрисов познакомился с Рамазаном Кирейтовым в 1996 году во время этнографической конференции. Он говорит, что тогда не мог предположить о судьбоносном значении той встречи. Однако знакомство на мероприятии со многими учеными, историками, краеведами и общение с ними на многие актуальные темы повлияло на молодого тогда еще человека. Его значение, конечно, для нас оно многогранное. Он заложил основы современного ноговедения, особенно то, что касается этнографических исследований. Его труды, они являются, скажем так, для нас эталонами, да, входит в нашу стереографию, когда мы изучаем многие-многие вопросы. Он оставил очень светлую память, светлый след, даже в контексте не только научной деятельности, а общественной деятельности. Помню, как он рассказывал о тех мероприятиях, которые были связаны с ногайской культурой в Астраханской области, когда он не только выступал как ученый, но и даже танцевал в ансамбле, которые приезжали в Астраханскую область. В день гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах страны под руководством МЧС России прошла штабная тренировка. В каждом субъекте была смоделирована наиболее сложная обстановка с учетом рисков в чрезвычайной ситуации. Участники отработали различные задачи в ходе штабной работы и практических действий. Сценарий мероприятий включили в себя проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание было уделено всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления. Главная цель тренировки – это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы о повещении и информировании населения, отметил глава МЧС России Александр Куренков. В нашем регионе практические мероприятия прошли на базе филиала «Русгидро» на объекте. Прошли практические действия пожарно-спасательных, подразделения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основной целью тренировки стала отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Экскурсии к телескопам специальной астрофизической обсерватории. Под таким названием в республиканском издательстве вышла книга поэта, писателя и ученого Владимира Романенко, посвятившего астрофизике более 30 лет жизни. Презентация прошла в поселке Буково. Подробности у Али Баташева. Большой азимутальный телескоп «Сауран» с диаметром зеркала 6 метров является крупнейшим в Евразии. Он давно стал важной достопримечательностью республики, объектом интереса туристов со всего мира. Автор книги Владимир Романенко. Его стаж работы в астрофизике более 30 лет. Будучи ведущим инженером, Владимир собрал однометровый телескоп ЦЕС-1000, стал кандидатом технических наук и знает об астрофизических приборах не понаслышке. Это не глубокий научный труд, а книга, написанная популярным языком, понятным каждому, окончившему среднему школу, говорит автор. Без формул, графиков и сложных объяснений. На ее создание ушло 6 лет. Рассказ о том, чем занимается обсерватория, что в сущности здесь происходит, какими инструментами это достигается. Ну и самое главное, с чего начинается эта книга, вот ее макет, она начинается с ответа на вопрос, что такое астрофизика. Только гордиться тем, что наша республика является космической, и не знать предназначения обсерватории, это, конечно, минимум неуважение. А чтобы это понимать, вот в таком простом слоге, в таком простом тексте, говорить о таких серьезных вещах, масштабных вещах, это, конечно, ценно. Каждая из глав книги на протяжении года публиковалась в газете «День республики». Нужно было найти удобный читабельный вариант, который был бы интересен не только автору и узкому кругу профессионалов, но и другим людям, говорит главный редактор Евгений Кратов. И эта цель была достигнута. На презентации книги Владимира Романенко поздравляли коллеги и друзья. Часть экземпляров новой книги была передана в школьные библиотеки. Книга не состоялась бы без первого читателя и верной спутницы жизни Валентины. Я хочу сказать, что я восхищаюсь своим мужем, но мы когда поженились, мы же тоже молодые девчонки, не сразу, мы учимся быть женами. И сейчас я знаю, где и как с ним разговаривать. Очень творческая личность, но, конечно, не совсем простой в характере. Хорошо живется. В чем секрет семейного счастья? Сразу могу сказать, в женской мудрости. Талант Владимира Романенко многогранен и получил широкое признание. Он народный поэт Карачаева-Черкесии, заслуженный работник культуры России, кандидат технических и филологических наук, доктор философии Оксфордской образовательной системы, действительный член Европейской академии естественных наук имени Лейбница, а еще фотохудожник и писатель, выпустивший к своему 75-летнему юбилею более 20 книг. Он полон идей и творческих планов, которые надеется воплотить в жизнь. Еще не пурга полыхает морозом, еще перевалы снегам не сдались, еще не угасли последние звезды, и значит, еще продолжается жизнь. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчугский район. В День учителя помимо традиционных концертов, выставок, творческих работ и плакатов, студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска с большим интересом приняли участие в Дне самоуправления. Занятия проводились в соответствии с расписанием, установленным на этот день. Ребята тщательно подготовились к урокам по всем согласованным темам. Альбина Ламкова подробнее. Яркое начало рабочего дня без сомнений создает атмосферу праздника. Студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса каждый год в День учителя подготавливают приятные сюрпризы. Хотелось бы выразить свою благодарность всем участникам, которые организовали этот замечательный праздник. Каждый год в нашем колледже проводятся вот такие прекрасные мероприятия, что дети нас встречают, и мы получаем большое удовольствие. Уже стала доброй традицией в честь праздника отдавать борозды правления в руки юных лидеров, которые в свою очередь смогут проявить свои лучшие качества. В этом уверены педагоги. Этот день у нас в колледже празднуется каждый год по-разному. И в качестве советника-директора мы сегодня с инстудкомом, я также принимала участие в организации данного мероприятия. Пусть небольшую часть внесла, но в основном работали дети над созданием сегодняшнего праздника. Это традиция у нас каждый год, но дети у нас настолько с бурной фантазией, что каждый год преподносят нам такой подарок незабываемый, и это каждый раз по-новому. Затем в кабинете директора колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Виктора Китауова состоялась передача полномочий самым активным студентам. В путь наставления от опытного руководителя. Я не сомневаюсь в том, что молодые люди, которые будут исполнять обязанности администрации, преподавателей, мастеров производственного обучения, полностью справятся со своими обязанностями. Если какие-то вопросы возникнут, все преподаватели во главе со мной будут рядом. Спасибо большое за длительность. После напутственных слов, не теряя времени, приступили к возложенным обязанностям. Вначале провели планерку, обсудив насущные вопросы ответственного дня. Марат Байрамкулов сегодня директор. Возложена на него роль руководителя не случайно. Он отличник учебы, ответственный студент. Переживаешь, волнуешься? Никаких переживаний особо нет. Это должен относиться к этому ответственно и подхожу так, как должен относиться. День самоуправления у вас совпал с днем учителя. Что ты можешь сказать о своих учителях? Учителя очень хорошие на самом деле. Никаких проблем в коммуникации с ними никаких нет. Хочу их поздравить с днем учителя вас и пожелать самое главное терпения. В этот день по традиции студенты провели уроки вместо своих учителей. Насколько качественно, добросовестно и ответственно они отнеслись к своим обязанностям, проверяли руководители-дублеры. Отсутствие 5. По уважению, как проходят занятия в целом? Настроение у студентов хорошее. Им понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшекурсников, буквально вжившихся в роль педагога. Это очень ответственная работа для всех, мне кажется, потому что быть учителем это непросто. Нужно соблюдать дисциплину, нужно объяснять темы детям. Нужно их опрашивать, их исправлять постоянно, если есть какие-то ошибки. Дублеры предварительно подготовились к урокам по всем согласованным темам, в чём им, безусловно, помогли учителя. Многие пробовали себя впервые в роли преподавателя. Теперь ребята, заменявшие учителей, не понаслышке знают, как нелёгок труд учителя. Этот день завершился праздничным концертом. Студенты чествовали дорогих учителей и ветеранов педагогического труда. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Корчавыча, Кессия. Здесь, в Донбай, начался его путь в альпинизме. А после Николай Чёрный стал высотником и совершил более 30 восхождений на 7-тысячные вершины и 7 раз поднялся на 8-тысячники планеты. Дважды был на Авересте и провёл множество интересных и сложных экспедиций. Но с нашим краем Николая Дмитриевича связывают особые воспоминания. Донбайские пейзажи стали причиной флешбека остановления пути альпиниста с мировым признанием, которыми он поделился с нами.